Сегодня у нас новиночка, вот такая замечательная тетрадка для любителей динозавров. Я знаю, что очень многие детки увлекаются динозаврами, им интересна эта тема, поэтому специально для таких любознательных деток у Юлии Фишер вышла новая тетрадочка, которая называется «Динозавры на возраст 3-5 лет». В этой тетрадке представлены не только динозавры, но и их потомки, рептилии, которые живут у нас и по сегодняшний день. Из этой тетрадки ребенок узнает много всего нового, закрепит уже знания, которые у него есть. И с этой тетрадочкой можно весело и интересно провести время, как в дороге, так и дома. В процессе выполнения задания у ребенка развивается мышление, внимание, очень много заданий на развитие внимания малыша, восприятие, воображение. Есть задания, где ребенок может придумать своего динозавра. Сейчас я вам покажу несколько заданий, очень интересных, я думаю, что вам понравится. Например, это задание «Помоги палеонтологу разобраться, где чей череп». На этом задании ребенок должен провести таким стирающимся маркером динозавр, кому принадлежит череп. Также мы здесь изучаем, закрепляем знания, где чей скелет динозавров. То есть для ребенка тоже это все новое. Рассказываем, объясняем ребенку, что динозавры жили не только на суше, но и в море, и летали. И вот здесь как раз ребенок группирует, уже учится группировать динозавров по видам обитания динозавров. Кто у нас жил в море, кто на суше, кто летал. Вот очень интересное такое познавательное задание. Здесь мы рассказываем ребенку, что динозавры были как хищниками, так и травоядными, растительноядными. Вот, и здесь представлены на картинке как раз хищники. А здесь уже травоядные динозавры. И нужно найти, что общего между ними. Тоже очень интересное задание на внимание. А вот здесь у нас зубы у всех большие, да, у хищников. Следующее интересное задание «Найди пары». То есть представлена картинка с парами динозавров. Ребенок уже, опять же, развиваем внимание ребенка. Можно соединить пары динозавров. Найти. Здесь рассказываем ребенку, что некоторые динозавры у нас откладывали яйца. Нужно соединить маму и детеныша. Следующее задание. Как ты думаешь, кто еще в современном мире откладывает яйца? Нужно соединить картинки, да, кому принадлежит чье яйцо. Задаем вопрос, кому не хватило яйца, кто здесь лишний. Ребенок уже определяет, да, кому у нас не хватило яйца. То есть явно корова в данном случае. Моги динозаврам собрать все ветки и палки для своего гнезда. Остальное зачерпано. Такая, видите, не очень яркая картинка между собой. Рисуночки такие все похожи. То есть, опять же, развиваем внимание ребенка. А здесь мы ищем одинаковые камни. То есть представлена, видите, такая очень яркая картина. И, опять же, внимание ребенка. Нужно найти одинаковые камни и обвести их, соединить между собой. Четвертый лишний. Нужно объяснить, либо попросить ребенка объяснить, почему он так считает. Опять же, развиваем речь ребенка. Здесь тоже мы ищем лишнюю картинку из четырех. Где чьи гребень и шипы? Такие вот яркие. Здесь мы опять ищем чья тень, да? Тоже развить внимание у ребенка. А догадайся, кого слепили дети? Нужно соединить игрушечную рептилию с похожей на него, вот. Которую слепили из пластилина. Здесь нужно дорисовать пятнышки, да? Внимательно посмотрю на динозавров. И для некоторых из них художник забыл нарисовать пятна. И вот уже ребенок сравнивает две картинки. И рисует точно такие же на динозавре, где пятнышки художник у нас пропустил. А вот дальше тоже идут очень интересные задания. Уже развиваем моторику. Учим ребенка ручку к письму. А давай мы нарисуем разные рептилии в виде маркером по контуру. И ребенок уже рисует динозавров по точечкам таким, да? Представляете, как интересно у него получается свой динозавр. Рисуя вот маркером, да? Как настоящий. Дальше на задание идут лабиринты. И здесь такой свободный листочек, где ребенок может придумать нарисовать своего динозавра. То есть свободное такое задание, которое можно выполнять много раз, поскольку тетрадочка у нас многоразовая. Тут у нас опять мы ищем тени. Здесь тоже задание на внимание. Найди все яйца и закрась их маркером. И знакомим ребенка уже с некоторыми видами динозавров. По точечкам рисуем. У нас получается вот такой вот динозавр. Называем вид динозавра, да? Брахиозавр, лицераптор, стегозавр, тронозавр, велоцераптор, трозавр. Вот такие вот основные виды здесь у нас есть на рисунках. Ребенок это может сам все нарисовать по точкам. Такая очень замечательная тетрадка. Я думаю, что любители динозавров ее оценят.